В этом году мы отмечаем 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В честь этой памятной даты, в соответствии с указом президента, ветеранам и труженикам тыла будет вручено по 75 тысяч рублей. Но утешит ли эта сумма толовика Василия Кирьянова, у которого какие-то нелюди украли все сбережения? Миллион 150 тысяч рублей с трех счетов в Сбербанке. В 41-м году мне было 13 лет. И мы всю войну дети работали с утра до позднего вечера в колхозе. После войны Сталин нам дал отдых два года. Не призывали наш возраст в армию. Призвали в 49-м году, отслужив три года в войсках артиллерийских. После демобилизации остался в Новосибирске и мне порекомендовали в органы МВД. И я в милиции отработал 30 лет. Несмотря на то, что Василий Кирьянов держится бодро, здоровье подводит труженика тыла и ветерана советской милиции. Перешагнув за 90-летний рубеж, он втайне от родных начал копить деньги на собственные похороны. Василий Наумович открыл три разных вклада в Сбербанке, распределив между ними в общей сложности более миллиона рублей. Хранились у меня там сбережения, потом пенсия туда начала поступать. 5 марта я 18-го года пришел за пенсией, а мне там ответили, что пенсия ваша снята. Кто-то ее смял. Весной 2018-го ветеран с ужасом узнал и об исчезновении своих гробовых накоплений. Со счетов Василия Наумовича кто-то за несколько дней совершил почти сотню транзакций по 13 с лишним тысяч рублей. Получателем большинства этих переводов стал некий Николай Александрович А. Операции производились через приложение Сбербанк Онлайн со смартфоном с операционной системой Андроид. Кнопочный телефон пенсионера ее не поддерживает. А что такое интернет, он знает лишь понаслышке. А смс какие-нибудь приходили вам подозрительные? Нет, никто не пишет. И не звонили вам мошенники никакие, да? Несмотря на то, что Сбербанк Онлайн привязан к номеру Василия Кирьянова, никаких смс-запросов для подтверждения транзакций он не получал. О службе безопасности банка операции не показались подозрительными. По результатам внутренней проверки пенсионеру отказали в возврате денег. Заявив, что он виноват сам, со ссылкой на правила пользования продуктами банка и подписанные им документы. Пенсионер обратился в полицию. 7 мая 2018 года следователем отдела полиции номер 8 Кировский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Почти два года расследования уголовного дела с известным на старте адресатом получения похищенных накоплений результатов не принесли. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются лица, причастные к совершению хищения денежных средств. И вот мне было 90 лет. Ко мне домой приезжали начальник управления, начальник отдела кадров. Поздравляли меня лично дома. Вот на память есть фотографии. К сожалению, при последних встречах с бывшим коллегой, руководством Новосибирской полиции, нечего было сказать ему, кроме слов поздравления. Верите ли вы, что полицейские найдут мошенников? Очень плохо работает. Совершенно. Научились писать постановления об отсказе в уголовном деле. И все. То есть есть разница между советской милицией и милицией Российской Федерации? Конечно, совершенно разные вещи. Как белое с черным. 14 января 2020-го Сбербанк представил отзыв на иск Василия Кирьянова о возмещении убытков, заявив о том, что он не несет ответственности за последствия компрометации личных данных клиента, а также за противоправные действия третьих лиц. Спустя неделю прецедент отправил официальный запрос в пресс-службу Сбербанка. Уже через 4 дня редакция получила ответ, из которого следует, что Василию Наумовичу решили вернуть похищенные накопления. На данный момент спор с банком урегулирован, претензий к банку нету. И по поручению доверителя я сейчас пока каких-либо комментариев давать не могу. Если Ваши гражданские права нарушены, если Вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова